всем привет рецепт равиоли с карпивой для теста мука яйца вода масло для начинки адыгейский сыр чеснок и карпива для придания вкуса соль мускатный орех перец может быть квазик тщательно промываю крапиву она не очень свежая на немножко подсохла свежий будет лучше сыр можно его покромсать и туда же особо стараться не стоит так как все это в блендер потом также к сыру нашинковать чеснок решила убрать сыр и сначала все-таки обдать жаром не обжаривать обдать жаром масло налила в сковородку комбайн добавляю сыр же адыгейский лежит соль мускатный орех перец и еще чеснока и туда же подогретую карпиву запах конечно карпивы стоит масло и еще раз перемешаю консистенция получилась как она будет при варке я делаю в первый раз ну я думаю будет нормально приступаю к тесту это мука первого сорта делаю в ней пирку и запускаю яйца сначала два попробую потому что грамму 800 муки как она там свернется буду смотреть яйца большие как лучших на лучших кухнях лондона собираю муку с углов с краев и замешиваю тесто добавляю все таки третье яйцо на готове вода добавляю воду но тут надо осторожно лучше меньше чем больше тоже не помешает чем насыщеннее тем лучше тесто собрала теперь я его вымешиваю и выкладываю на дальнейшее разминание немножко физкультуры на две руки тут кстати хорошо две руки работает и нужно немного подсыпать чтобы не прилипала хоть минут 30 закрытая чтоб не высохла и отдохнула травиоли они должны быть тонки но у меня мука клейкая она не отдерется все это будет очень тонко поэтому каждый раскатывает по качеству муки и поэтому принимает то или иное решение главное раскатать тесто самый увлекательный этап особенно у кого вязкое тесто немножко раскатываю и все время подсыпаю иначе она все прилипнет вот так и намечаю немножко сбоку так как объемистая конечно лучше пельмени форма пельмени она самая выгодная поточнее будет моем случае так ближе сюда и вот так вот накрываю немножко здесь не остается но ничего страшного мука клейка поэтому ничем кромку не смазываю вот так вот делаю яйцо и режу и вот так теперь нельзя отдыхать иначе она начинает расползаться вот тоже подсыпаю чтобы она осталась вот уже начинает расползаться на третье там самые оптимальные у меня это два тут они уже скрепились варка покажет и лишь не обрезаю далее помещаю на большую тарелку кладу тело целлофан посыпаю все это дело чтоб не прилипало и быстренько направляю на целлофан так они не прилипнут и в морозильник вот вот такой результат получился я уже попробовал сейчас покажу серединку вот она такая вкус конечно интересны мое мнение такое что мне крапива понравилась сыр не хватило жирности лучше бы добавить пармезан какой-нибудь или очень жирный сыр если у вас есть где-то поблизости корова свободная бегающие дают жирный сыр и тогда это будет намного лучше даже с кисломолочным ну или просто жирным пармезаном твердым сыром который будет тянуться внутри ну а мое мнение я больше не буду добавлять никакого сыра вовнутрь только траву подберу еще к ней другую траву и буду готовить только с травой трава специи чеснок еще какая-нибудь добавок для объема потому что мне понравился вкус крапивы очень интересный и этот вот сыр забивает этот вкус так как в свежем виде сыр адыгейский и крапива были хороши ну после проварки это конечно полная поэтому лучше не делать в таком варианте если вы пробовали крапиву то лучше добавить грибы это будет лучший вариант но сначала попробуйте крапиву самостоятельно отдельно от всего то есть Продолжение следует...